Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жозеф Кунринье, урожденный Жозеф-Луи Вильфрид Рункинье, французский иллюстратор, работавший в Париже. Его работы узнаваемый по персонажу, вдохновленным греческим и классическим искусством. Родился 10 декабря 1873 года. В период с 1911 по 1934 год он создавал полностраничные цветные иллюстрации и рекламные объявления для светских журналов. Активно выставлялся в официальном осеннем салоне и в то же самое время сотрудничал с журналами «Парижская жизнь» и «Фантазия», рисуя им карикатуры, рекламные плакаты и картины модниц. Создал иллюстрации, вошедшие в четыре тома избранных трудов по античной медицине, выпущенные в период с 1932 по 1934 годы, издательством «Джавала Эдс», тиражом 2335 экземпляров. В своих замечательных рисунках художник создавал декоративные иллюстрации древних методов диагностики и лечения, описанных отцом современной медицины Гиппократом, одними из самых знаменитых врачей древности и основоположников научного подхода к лечению травм и различных заболеваний человека. Эти иллюстрации стали самыми известными картинами художника. Он также создал иллюстрации к эротическому произведению песни «Белитис» в 1930-х годах. Работы Джозефа Воронкинье выставлялись на аукцион несколько раз, при этом реализованные цены варьировались от 30 до 1064 долларов США, в зависимости от размера и носителя. Умер художник в 1940 году. Вот так вкратце из переводной википедии о французском иллюстраторе, который работал в Париже. Джозеф Кун. Ринье. Пока-пока. До свидания. Смотрим работу. Чао? Чао? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok